Так, девчонки, я сегодня взяла себе уходовые средства, сейчас расскажу вам. Взяла себе масочки вот такие, вот эту маску очень мне советовали, сказали девочки, что она прям очень классная. Потом вот эту маску взяла, вот эту маску очень хвалили, буду пробовать, потом расскажу вам. И вот такую вот, смотрите, дальше сейчас пора холодов, и у меня очень сильно сохнут губки. Я взяла свою любимую увлажняющую масочку для губ, свою любимую. Потом я взяла вот такой вот оттеночный, девчонки, бальзам для губ, тоже увлажняющий, и вот такой вот скраб. Потому что, ну, прям реально шелушатся губки, посмотрим, я потом потыщу, вам расскажу. Следующая, девчонки, из моих любимчиков. Я взяла, еще ни разу у Ксиа Максон не брала именно скраб для кожи головы. Хочу попробовать его, вот им можно пользоваться раз в неделю. И у меня закончилась практически маска, но у меня большой бутылек, и я взяла такую небольшую, чтобы брать в дорогу с собой было удобно. Потому что, девчонки, можно мыть любым шампунем волосы, да, вот как я и делаю, но маска всегда у меня вот, либо вот эта вот. Чуть позже еще покажу, перейдем в ванну, я вам покажу, у меня еще две позиции шампуни новые, тоже оставлю вам свой отзыв. Взяла вот такое вот молочко для тела, мне очень понравилась упаковка. И девчонки сказали, что оно такое, знаете, не липнет, легкое для нанесения, прикольненько. Ну, потестим. И еще, девчат, первый раз в жизни я купила себе сухой шампунь, ни разу не пользовалась. И вот у меня бывают такие состояния, то есть я помыла голову, один день я хожу нормально, если я переночевала, утром встаю, у меня уже как бы голова не свежая. Я завязываю хвостик, еще пару дней хожу с хвостом. А тут вот я хочу прям попробовать. И девочки посоветовали с ароматом вишенки. Посмотрим, тоже ни разу не пробовала. И взяла, девчонки, себе вот такую вот расческу. Сейчас прям откроем, с вами я вам покажу. У меня тоже тингл тизер расческа обычная, которую я расчесываюсь. И вот я, когда дайсоном сушу волосы, мне немножко неудобно, то есть я просто вытягиваю, и там есть вот такая вот тоже круглая щетка, но она не захватывает мои волосы, мне немножко неудобно ей просушивать, чтобы закруглить, допустим, да, вот у меня сейчас, смотрите, вот кончики, да, вот, допустим, вот так вот пройтись и закруглить. Ай-ай-ай, волосы не расчесаны, чтобы закруглить вот так вот концы, да, допустим, или челку подкрутить. Короче, в итоге взяла вот такую расческу. Мне она очень понравилась, во-первых, на внешний вид. Велая ручка, она такая лаконичная, да, прикольная. Вот, взяла вот эту расческу, потещу, посмотрю тоже. Девчонки, расскажу вам, потому что, ну, сейчас я прям придрала, она такая прям жестковатая, если честно. У меня расческа, знаете, какая мне очень нравится, вот эта вот, тингл тизер, я когда на утяжок вытягиваю волосы, вот этой расческой пользуюсь, она очень крутая. Ну, блин, вот цвет единственное, что, знаете, вот был бы тоже белый с черным, идеально. И вот моя любимая расческа, которую я прочесываю волосы, когда помыла голову, они мокрые, чтобы они мне не выдирались. Вот у меня Dyson расчесочка, вот эта вот прям супер. Супер, я ей прям пользуюсь на постоянной основе. Так что, девчонки, вот такие вот я себе сделала приобретения. Сейчас с вами мы в ванную перейдем. Блин, опять шерсть везде. Господи, вот я сегодня только пыль не протерла, все, везде шерсть летает. Вот такие вот у меня, девчат, приобретения. Вот потещу, посмотрю, вот прям очень интересно. Сухой шампунь. Ни разу не пробовала. Ну, остальное все, в принципе, пользовалась, кроме вот этого вот. Так что, девочки, вот такие вот покупки. Сейчас пойдемте в ванную. Так, девчонки, показываю еще раз вам свою полку. Смотрите, оно это все вот неизменное у меня. Это, кстати, тоже скраб от Label. Я им, ну, редко пользуюсь. Но такое, знаете, не знаю, как-то он мне не зашел. Смотрите, вот этот шампунь я попробовала. Именно голубой. Мне понравился. Мне хватает на мои волосы для увлажнения. Когда у меня происходит перенасыщение уже ксямоксоном, я перехожу на более легкие варианты. И вот это мне понравилось. Шампунь хорошо пенится. Я это очень люблю. Я не люблю шампуни, которые не дают пену. И кондиционера мне тоже хватает. Обычно, вернее, я сейчас стала наносить его на волосы, даже кондиционер, да, заматываться и там ходить 15-10 минут. И прям работает он круто. Но даже если вот без пленки, да, без пакета там на голове, да, без шапочки, то, в принципе, тоже очень хорошо увлажняет. И еще, девчонки, попробовала вот этот новый бренд. И чем мне, во-первых, я взяла, потому что бутылечки небольшие в дорогу брать. Ну, и хочу вам сказать, вот обратите внимание, неплохие уходовые средства, что шампунь, что кондиционер, тоже очень хорошо увлажняет. Я взяла именно тут с натуральными маслами кокос. Это именно вот белый, это увлажняющий. Прямо мне зашли они. Мне нравится. Мне нравится состояние волос. Мне нравится, что волосы даже дольше чистыми остаются, нежели от Кся Максуна, если честно. Так, ну, тут у меня лейбл стоит уже. Тут остатки роскоши тоже надо вот просто не выкидывать. Тут осталось чуть-чуть. Это вот куда-то, если поехать, взять, попользоваться и уже выкинуть. И чьи у меня еще стоит. Тоже достаточно много его. Ну, тоже, знаете, я миксую. Я стараюсь, чтобы у меня не привыкали волосы, да, к одному и тому же уходу. И вот, в принципе, сейчас у меня волосы в порядке. Прямо мне нравятся мои волосы. Все хорошо, тонируюсь, только я не крашусь, ничего, просто делаю тонировочку и прекрасно. И то, можно было бы эту тонировку не делать, если бы, например, я не была седой. Так что, девчонки, вот, показала вам новиночки свои. Вот, кому надо, скриньте неплохие средства. И вот эти вот. Это из новинок моих. Продолжение следует... Так, а тут уже в метро Новый год. Сейчас посмотрим, что есть интересненького. Очень много игрушек красивых. Надо в этом году подкупить что-нибудь новенькое. У меня прям всего такое, знаете, настроение на Новый год есть. И вот, смотрите, какие обалденно красивые шары. А сколько же стоит у нас вот это дело? Тысяча, две тысячи стоит мешок. Ну, блин, дороговато. Очень красиво. И я еще хочу найти вот эту такую тоненькую леску на елку. Но, скорее всего, ее надо будет заказывать на Валберис. Потому что тут дорого. И еще я хотела купить себе вот такую вот штуку. И сколько же она стоит? Тут тоже. Две восемьсот девяносто девять. Вот она на самом деле очень крутая. И тогда елочка выглядит презентабельно. В этом году вообще, если честно, я планирую привезти свою большую елку. Но еще хочу рассмотреть вариант с покупкой новой елки. Потому что мне кажется, что та елочка уже такая не очень. Ой, какие мисочки новогодние. Ну-ка, давайте посмотрим. А, ну, просто мисочка обычная, да? И формы для выпечки можно глянуть еще. Очень классная. Вот это вообще прям зачетная форма. Девчонки, так, сколько она стоит? Это полторы. А это... Ценников нет. Бокалы красивые. И, кстати, у них неплохая посуда. Ну-ка, вот здесь давайте посмотрим, что есть интересного с прозрачки. Вот ваза ничего. В общем, ладно. С Новым годом все понятно. Пойду за продуктами. Так, девчоночки, ну что, приехали с метром. Сейчас быстро придам все по покупочкам. Не буду показывать вот прям точечно. Здесь все видно из интересного. Смотрите, сейчас хочу вам показать. Вот это пиво. Мое самое любимое. Вообще не пью. Не очень люблю пиво. А вот это, девчонки, это просто вообще очень вкусно. Это темное, но оно просто обалденное. Так, макароны. Барусик запрещенку взял. Куриное филе. Девчонки, вот акцент сделаю. Беру все время вот такую томатную пасту. Очень вкусная. Это у нас сочетание потрясающее. Несквик с маршмелками на завтраки. Через какао пить. Захотелось таких вот конфеток. В этом магазине давали, попробовала. И решила взять черрики. Это на цезарь. Девчонки, еще вот смотрите, вот такой вот джем апельсиновый. Обожаю. Это очень вкусно с сырниками, салатушками. Прям вкусно мне. Вот такую штуку люблю я. Но тоже на завтраке с яичницей будет вкусно. Дальше взяла вот такой вот пармезан уже тертый. На спагетти сливки взяла, получается, и пармезан. Будет вкусненько. Вот такой вот сырочек. Это на завтраке Руслана любит с докторской колбаской. Вот такую вот колбасу. Колбасу просто взяли, чтобы была, потому что уже давно не покупали. Так, и вот этот бекон сырокопченый. Очень вкусный. Тоже на завтраке. Тоже на завтраке с яичницей. И, девчонки, вот этот авокадо я его очень люблю. Он подороже, чем обычный зеленый, но вкусный. Еще ни разу не прогадала. Не было никаких непрожилок. Ничего прям хорошенький такой. Прям с удовольствием на завтрак можно полакомиться. Итак, девчонки, ну в принципе, вот это вот такая закупка у меня по продуктам. И сейчас еще моющие чистящие покажу. Потому что тоже кое-что подкупила. Так, девчоночки, еще показываю моющие, которые взяла вот такую вот ласку для темного. У меня темного всегда белья очень много. Я беру вот такими большими бутылями. Взяла, это такой, господи, гель для душа. Да, большой бутылек, потому что тоже со скоростью звука вообще разлетается. Да, мне в принципе нравится. Пену для бритья. Вот такое вот средство для полов хочу попробовать, потому что мне прислали девчонки на рекламу средства. Оно у меня уже закончилось. Вот оно было классное. Разводов нет. Хорошо пол мыла, аромат хороший был. Взяла Доместас. Доместас мне не понравился. Вообще не понравился. Разводы. Пол как будто бы с каким-то налетом получается. В общем, нет. Следующие, девчонки, беру вот такой босс. Добавляю в порошок. Усиливает порошок. Пятна убираю. Еще фаберликом пользуюсь. Так, следующая попытка номер 150 тысяч. Вот такое средство для ковров, для обивки мебели. Взяла для своего дивана. Ну, потому что диван, честно, блин, у меня такое чувство, что уже надо выкинуть. Он уже не отмывается. Но попробуй, потому что я, в принципе, раз в 5 дней чищу. Вот этим средством пользуюсь для сантехники. Сантехнику моем. Раковины, ванны. Вот это вот все я мою вот этим вот силитбендом. Еще девчонки очень мне нравятся. Я видела, этот бренд продают в аптеках мыло. Купила я его в метро. Он просто потрясающий аромат. Очень хорошо пенится. Мыло классное. Такой достаточно большой брусок. И вот такие вот беру тряпочки. Для уборки. Вот в метр самая норма, потому что они плюс-минус бюджетные. И, девчонки, беру вот такие пакеты. Сейчас покажу. Вот такие вот пакеты. 60 литров. Хорошие. Мне нравятся. В метр, по-моему, по 140 рублей. Тут получается их 30 штук. Ну, очень удобно. Так что, девочки, вот такие вот у меня покупки. Ушла бы вам снимать ванную. Мои смотрят Формулу-1. Великие поклонники, когда они смотрят Формулу. Вообще лучше не тусить рядом, потому что они так эмоционально ее смотрят. И мне сейчас даже не где вам поснимать. Так что вот покупочки. Все. В принципе, мне очень надолго этого хватит. Так, девчонки, ну что, сейчас я хочу вам сделать небольшую распаковочку. Хочу кое-что показать. Я опять решила заняться творчеством. Когда наступает такая, знаете, осенняя пора, прохладная. Меня очень тянет на то, чтобы посидеть, что-то поделать своими руками. Я решила заняться одним очень крутым делом. Сейчас я прям вот так достану, потому что я даже не знаю, чего начать вам показывать. И вот потом я, наверное, сниму либо Риус, либо в следующем влоге. Я обязательно покажу, как это у меня все получается. Что из этого выйдет. Ну вот пока хочу показать просто вам, что я купила. И какая у меня идея. Девчонки, первая взяла вот такие вот формы. Сейчас мы откроем их с вами. Это формы для саше. Свечи, например, делать я не хочу. Потому что там надо заморачиваться делать стаканчик или еще что-то. А вот такие формы и делать из них саше. Саше это такая штука. На веревочке она делается. Вешается в шифонер, допустим. Либо в шкаф, либо в комод кладется. Можно даже в машину, мне кажется, в машине использовать. И они ароматические. Я посмотрела, что купить, допустим, на маркетплейсах это как бы небюджетно. И я могу, в принципе, по большому счету сама это все сделать. Смотрите, вот эта форма 200 с копейками рублей и рублей стоит. Просто сейчас сразу буду говорить вам сценники, да. И чтобы вы понимали, сколько саше можно сделать из этого. Можно, конечно же, девчонки, сделать из свечи. Я посмотрю, как это у меня все будет получаться. Что у меня будет выходить уже, да, в итоге. И обязательно потом вам расскажу. Конечно, в следующем блоге прямо, наверное, сниму. Как буду делать это все. Потом я взяла, девчонки, воск. Ну, тут надо читать и изучать. Кому будет интересно, я прям пропишу название. Вот воск для свечей модельный. Идеально подходит для сложных форм, для гладких формовых свечей. Быстро плавится. Вот такой вот пакет воска. То есть у меня ему хватит наделать кучу саше. Он белого цвета. Следующая, девочки. Я даже вот, я не знаю, сейчас я буду прям открывать. И мы будем с вами смотреть. Я ничего не проверяла. Теперь следующее. Для того, чтобы наши саше пахли, нужны ароматизаторы. Отдушки. Все это продается на Валберес. Можно самим сделать. Но, конечно же, есть девчонки-секретики. Это однозначно. Есть секретики. Для того, чтобы это все сделать, я посмотрела мастер-класс. И смотрите, у меня будет марокканский кашемир. Вот такая вот одушка. Так, следующая, девчонки. Я говорю, вот просто это я, знаете, я, как сказать, вот прям загорелась. Ну, я много чего умею делать. Я думаю, что и это у меня получится. Потому что, ну, я как бы рукастая деваха. Поэтому я думаю, что у меня все получится. Здесь, кстати, вот, знаете, так, дальше. Здесь у нас идет лост черри какой-то аромат. И вот сейчас я хочу попробовать. Они положили, кстати, очень удобно пробник. Вот так вот, кстати, Алуся тоже делала пробники на своей аромодиффузор. Очень удобно. Можно выбрать что-то. Ммм, девочки, очень вкусно пахнет. Прям очень. Амбер, нюцидиор, чего-то там. Или это нет. Это, наверное, просто, чтобы, допустим, послушать и следующее заказать. Ммм, очень вкусно. Прям, по-моему, по мотивам каких-то ароматов, да, каких-то духов. Так, вот я сейчас буду с вами смотреть вместе. Дальше. Ну, кому, конечно, кто не увлекается творчеством, может быть, эта распаковка не будет такой интересной, девчат. Но я думаю, что как идея, знаете, вот, допустим, я почему хочу это сделать. Сейчас вы поймете. Я хочу сделать, во-первых, себе. А во-вторых, я хочу сделать такие мини-презенты. Если у меня все получится на Новый год, допустим, да, подружкам, своим там, родственникам. Просто сделать такие мини-презентики. И мне кажется, это очень классная идея. Своими руками собрать такую, знаете, красивую коробочку, да, и там будут вот такие вот саше. Следующий аромат у нас табак и ваниль. Смотрите, прям интересно. Ммм, о боже, это просто божественно. Я не могу просто, как это вкусно. Так, это все ароматы, да, у меня идут. Мы сейчас дойдем до красоты. Я расскажу уже, как вот, допустим, я планирую их украшать. Вот. И поэтому вот эти вот все штуки можно сделать легко своими руками, да. Это вот, что касается тем, кому это нравится. Это очень хорошая идея на подарок. Ну, и как бы даже само его для себя дома. Если у меня и пойдет дело, и все будет хорошо получаться, то почему нет, можно, в принципе, сделать и свечи. Это сандаловое дерево. Так, господи, я набрала отдушек, как будто у меня, не знаю, 10 килограмм воска на самом деле, чтобы вы понимали. Мам! А! Денег куда накажешь? Кого? Денег. Когда забирать будешь, отдашь? Денег. Иди. Это шоколад и апельсин. Пошел, Гуфа повел. На мой, он был у меня на передержке, девчонки. Так, и здесь вот такой наборчик мини тоже отдушки. Это у нас идут пекарня. Здесь и соленая карамель, и печенье, и горячий хлеб, и имбирный пряник, и синабон. В общем, посмотрим, что это будет. Так, девчоночки, следующее. Обязательно нужен термощуп. Он, кстати, мне нужен, в принципе, иногда, если я что-то пеку для шоколада, например, он нужен, взяла тоже за, по-моему, 100 с чем-то рублей. Он недорогой, вообще абсолютно он недорогой. Здесь вот так вот он классно упакован. Кому надо, я говорю, буду писать вам потом ссылочки, кому интересно, кто заинтересуется вот этим всем делом. Девчонки, и теперь что хочу сказать. Вот у меня саше. Не просто белое, и оно пахнет. Посмотрите, какую красоту я взяла. Вот так покажу. Видите? Это вот такие штуки, которые я буду укладывать в воск. Оно все будет застывать, и будет очень красиво. Травки, апельсинчики. Вот тут розочка. Это, кстати, розу, как я чай завариваю себе. Вот такие вот сухоцветы очень красивые. Вот такие сухоцветы красивые. В общем, можно будет поиграться, посмотреть, повыкладывать. И получится очень-очень красивые. Я думаю, что такие вот саше. Самое главное сейчас потренироваться, чтобы был аромат хороший, стойкий. Поэтому я набрала очень много вот этих всех ароматизаторов для того, чтобы не экономить. Но там тоже нужно соблюдать определенную дозировку. Ну, вот я взяла очень много вот этих вот ароматизаторов. И я буду их прям хорошенечко-хорошенечко много туда добавлять. И надеюсь, что у меня все получится. В общем, короче, душонки, когда я этим буду делом заниматься, я не знаю. Потому что сейчас у меня вот и стройка. У меня сейчас и домашние дела. У меня уже через 2 недели мы с Русланом уже поедем в Краснодар на МРТ. Мне нужно там еще к врачу сходить. В общем, короче, огромное количество дел. Но вечером, я думаю, что вот так вот я сяду как-то и занимаюсь этим делом. И обязательно вам все расскажу. Может быть, даже сам процесс снимать не буду. А просто покажу на выходе, что получилось. А уже кто заинтересуется этим всем, да. И сам, например, заморочится, посмотрит какие-то ролики обучающие. И, допустим, будет тоже такое делать. Можно с детками, наверное, это тоже делать красиво. Вот, девчонки, так что вот такие вот у меня заказы с Валберис. Сегодня не посуда, сегодня не одежда. Сегодня только творчество. Но мне захотелось. Я давно очень этим всем не занималась. И мне очень захотелось. И вот что у меня происходит в жизни, девчонки, была вот на эти выходные в Краснодаре. У Данила был день рождения. 20 лет ему было. Мы ездили в Краснодар. Но, девочки, мы с ним не увиделись. Объясню, почему. Ребенок уже вырос. Почему он попросил день рождения с друзьями? Мы сняли ему дом в черте города. И получилось так, что мы в пятницу уже поздно вечером приехали. А он в пятницу уже собрал друзей. И как бы они уже начали отмечать. И мы не увиделись, только созванивались по фейстайму. Но мы приехали. Мы отметили день рождения с бабушками, с крестными, дома. Наготовила еды. Огромное количество. Что-то взяла из дома. Что-то свекровь готовила. Что-то моя мама там тоже пришла, помогала. В общем, много всего сделали. Покушали, поужинали. Проявили время. И на следующий день мы ехали по делам. И я купила девчонки себе 16-й айфон. Наконец-таки. Господи, ну не я. Муж мне подарил 16-й айфон. Потому что я очень давно о нем мечтала. И у меня был 14-й айфон. Получается, я хотела 15-й. Он говорит, подожди. Не будем покупать 15-й. Потому что, ну в принципе, то же самое. А купим потом уже 16-й. Потому что, ну они прям со скоростью звука меняются. А знаете, в чем еще прикол? Почему поменяла? В принципе, бы не меняла, наверное. Потому что у меня очень хороший. У меня 14-й Pro Max. Мне он очень нравится. Но как только даже не 15-й вышел, а вышел 16-й уже айфон. Просто качество фотографий, качество видео просто стало отвратительное. А я с камерой, например, со своей только могу дома снимать. А на айфон очень удобно где-то снимать. И, ну, мне было важно качество. И, в общем, из-за этого, как бы в принципе, только лишь из-за этого я попросила. И он мне как бы подарил телефон. 14-й я свой оставлю. Пусть там будет для каких-либо, там может быть, моментов. Там, знаете, ну, может быть, у меня там, во-первых, информация какая-то в нем сохранена, которую я не удаляю. Сбербанк опять-таки. Дома только могу теперь вот отправлять деньги. Потому что сюда не могу его перенести. Надо теперь заморачиваться, идти как-то искать, как его установить. Так что вот такая у меня покупочка. Такой вот у меня подарочек. И я очень-очень счастлива, девчонки. Потому что я давно о нем мечтала. Так что вот такая вот у меня, такое у меня приобретение, девчонки. Но мне это было нужно. И, если честно, я очень расстраиваюсь, потому что телефоны эти вот выходят со скоростью звука. Но на самом деле не угонишься. И если бы, конечно, не съемка, то я бы даже и не заморачивалась. И еще, девчат, я взяла себе в этот раз не про Макса, взяла про просто. Единственное, что на 512 память. Но он просто помещается в штатив. Он более удобный. Хотя я безумно люблю про Макса. Они большие, очень удобно все листать, смотреть. И как бы комфортно мне. Я всю жизнь проходила вот именно с большими телефонами. А вот в этот раз решила взять про. Но мне нравится. Он неплохой, прям здорово снимает. Качество хорошее, так что кто хочет там себе, да, думает приобретать или нет. То, девчонки, ну да, разница по съемке на самом деле колоссальная. Правда могу сказать. Мой просто мыльница. Сейчас еще надо немножечко сесть, позаморачиваться, посмотреть настройки по фоткам. Как вот, что и как. И чтобы красиво фотографировать, настройки сделать. Ну и в принципе буду работать. Так что, девчат, вот так вот съездили мы в Краснодар. Отдохнули, вернулись. Мы вообще, в принципе, вот с пятницы приехали. Воскресенье утром уже мы уехали. Вот. И все, и вот занимаюсь домашними делами. Девчонки, влог тоже, я говорю, вот хотела на прошлой неделе еще выложить влог. Но у меня постоянно возникают какие-то моменты по строительству, и я просто не успеваю. Вот я запланирую себе сесть, отредактировать что-то, снять. Но, блин, у меня просто нет времени. Я мотаюсь туда, как я не знаю. Туда и сюда езжу, понимаете. Вот и постоянно какие-то вопросы возникают. В общем, у меня нет момента, чтобы я могла сесть, сосредоточиться, что-то передактировать, да, вам как-то отснять это все, смонтировать. Ну, сейчас это сложно мне делать. Я сейчас не оправдываюсь ни в коем случае, потому что, девочки, ну, на самом деле, это как бы, знаете, как сказать, я в удовольствии это делаю. И сейчас выше своей головы я прыгать не буду. В общем, снимаю, как получается. И еще раз, девчонки, повторюсь, все, и на этом, наверное, все, потому что очень много я пересматривала, передумывала, что мне, как снимать, как выкладывать, где, на каких платформах. Вот смотрите, я веду YouTube, как веду пока там, что, я не знаю, будет, что-то не будет. YouTube как бы есть, мне он очень нравится, мне комфортно там все выкладывать, я все понимаю, как там это все выкладывается. ВК, девчонки, тоже буду все дублировать ВК. Да, шорты, рилсы, видео, все буду туда дублировать. ВК как бы будет жить у меня своей жизнью, но информация там будет, потому что я не знаю, мне надо как-то набирать тоже подписчиков, чтобы люди тоже меня там смотрели и подписывались, потому что не все могут YouTube себе сейчас позволить смотреть там с VPN и тому подобное. И плотно сейчас занялась Instagram, девчонки. Ну, я понимаю, что не у всех тоже есть возможность, но в Insta мне на самом деле, девочки, правда, очень комфортно выкладывать какую-то такую информацию в таком, знаете, лайт-режиме вообще не заморачиваясь. Вот мне сегодня захотелось там сфоткать цветочки, кошечку там еще что-то, там что-то рассказать. Я быстро в Insta все это сделала, напостила и как бы я там постоянно. Мне всегда нравилось ввести Инстаграм, но с этим VPN, конечно, были проблемы. И сейчас я нашла обалденный, кстати, девочки, VPN. Я не знаю, можно это рекламировать, рассказывать про это. Ну, реклама это или не реклама, но как бы вот просто говорю. И сейчас вообще никаких проблем у меня нет. Ну да, естественно, он платный этот VPN. Вот, рутюб, девчонки, не хочу. Вообще не хочу рутюб. Мне непонятно, как туда что выкладывать, как вообще, к чему там это все приходит, как там это все редактируется, он постоянно глючит, я ничего не могу загрузить. В общем, какая-то фигня происходит. Именно у меня вот отношения с рутюбом не сложились. И очень нравится дзен. На дзен я выкладываю тоже, дублирую ролики и рилсы. И у меня там девчонки, блин, классные просмотры, подписчики подписываются. Мне очень нравится. Я еще сейчас посижу-посижу, может быть, дойду до того, как я буду, знаете, там, может быть, какие-то посты писать. Бывает у меня такое затмение. Но, опять-таки, говорю, я не могу вот это вот все поставить, вот, как сказать, как работу, да, чтобы вот вставать, делать, это все выкладывать вовремя. Потому что у меня все время отнимает стройка. У меня голова просто забита вот этими всеми, я не знаю, покупками, плитками, блин, укладками. Там, я не знаю, покраской стен. Вообще просто, девочки, это какой-то кошмар на самом деле. Если честно, я уже не то, что не рада, я уже вообще ничего не хочу. И еще раз, девчонки, вот прям отвечу вам по стройке. Я вам про нее говорю, что она есть, ну, просто, да, как бы, потому что это моя жизнь, и я этим сейчас занимаюсь. Но вот когда переедем, уже, кстати, скоро будет беседка готова, я начну снимать вам, конечно же, все потихонечку и показывать. Мы будем вместе с вами все оформлять внутри. Мы будем все с вами расставлять. Посуду мою красивейшую, которую мне муж заказывает все время. Сейчас у барахольщика он покупает сервизы. Обалденно красиво я вам показывала в прошлом влоге. Ну, блин, много чего интересного. И потом вот эту вот всю организацию мы будем с вами вместе делать. А стройку показывать, девочки, ну, я не вижу смысла, потому что, во-первых, я не знаю, как ее показывать, я не умею ее показывать, ну, приду я в настройку, ну, вот мы строим здесь вот это, это вот так, это вот так. Ну, как бы, ну, я так сама для себя решила, что мне не очень удобно это показывать. Я не знаю, как вам рассказывать про цены, потому что, ну, я там знаю, да, там это стоит столько, это столько, как с чем сравнить, там, да, вот это вот все. Я, если честно, ну, как сказать, вот объясню даже, наверное, по большей степени, почему не делаю это. Я целыми днями с прорабом на эту тему разговариваю, а потом еще и во влоге мне это пересказывать и вести это все рассказывать. У меня просто не хватает моральных сил на это, вот просто сил просто нет. Я каждый раз вот это наслушаюсь, я прихожу, как выжатый лимон, вот серьезно. И столько информации новой для меня, которую мне нужно просто проработать в голове, научиться понять, как они это делают, чтобы их проверить, проконтролировать. В общем, короче говоря, девочки, ну, на самом деле, вот просто сама для себя решила, что нет, не обижайтесь, пожалуйста, потому что много кто пишет и говорят, там спрашивают, вот, ну, пока что к самистройке, вот этого всего черного, вот этой черновой такой работы, я не буду ничего показывать. Поэтому, вот, когда уже будет организация, вот тогда мы с вами развернемся, вот тогда будет все красиво. Русик, тише, я снимаю, скажи мне, ты оставил его? Оставил? Пришла девочка? Через сколько сказала забирать? Отлично. Девчонки, как круто, что у меня есть купальня, вот здесь вот этот спа, и я могу просто, вот он сейчас приехал с передержки, я его просто не купаю в ванной, потом ванну мою, потом квартиру мою, отвяжу его, мне его искупали, потом девчонки, сразу вот я звоню, говорю, можно привезти, просто обмыть его там шампунькой, чтобы он не пах, да, пожалуйста, всегда, никогда не отказывают мне, и это так круто, я прям кайфую, и мне надо никуда ехать, машину, вот это вот все, блин, ну, в общем, заморачиваться, ждать его, тут вот отвели в доме, да, блин, и он у меня чистый и крутой. Так что, девчонки, вот так вот, рассказала вам все новости своим, давайте дальше смотреть мой влог, в общем, вот такие вот у меня дела привезут. Так, девчонки, ну что, показываю вам Саше, все, что у меня получилось, в общем, скажем так, не получилось ничего, нужно переделывать. Значит, аромат, все супер по аромату, вот формочки залила, все хорошо, аромат достойный, но, я неправильно разложила сухоцветы, то есть, надо заливать воск, первый слой, потом выкладывать сухоцветы, чтобы они были сверху, и затем уже заливать сверху воском, как бы припечатывать их, поэтому получилось, честно, ерунда, вообще, ну как бы вот, ну я их не выкидываю, а просто разложила в шкафчик, очень хорошо пахнет, по дозировке ароматизатора, как бы я разобралась, все норм, и вот, допустим, можно будет красиво, когда я их сделаю, естественно, да, чтобы не вот этот вот был кошмар, а как бы все красиво, здесь мы делаем такую веревочку, ленточку красивую, и вешаем в шкафчик, или, допустим, просто раскладываем, и очень-очень крутая вещь получается, я еще, естественно, потренируюсь, и уже думаю, что у меня на выходе уже будет что-то прям красивое, и приличное, и будет прикольно смотреться, поэтому хотела вам показать, процесс не показываю, в любом случае, смотрите в ютубе, какие-то ролики там, обучающие, я сама вот так вот, знаете, на скидку, у Аллы там поспрашивала, потому что она профессионально этим всем занимается, я поспрашивала, в общем, получилось, что получилось, короче, как идея для подарка, и просто творчество, там буквально, там я не знала, посидеть какой-то вечерочек, и позаниматься, это очень классно, все можно заказать на Валберес, распаковочку вам показала, если кому нужны ссылочки, пишите, пришлю, оставлять ссылки специально не буду, так что, девчонки, вот такие вот саши, ну, некрасивые, конечно, буду дальше делать и тренироваться, надеюсь, что все у меня получится, так что, я посидела, позанималась, получила колоссальное удовольствие. Так, девчули, сегодня я буду готовить много всего, сегодня и завтра, и смотрите, первое, что я сейчас хочу приготовить, как раз-то все у нас стоит, нормально, помните, у меня было новогоднее меню, я делаю кейпопсы, но сейчас я хочу сделать не кейпопсы, а хочу сделать такую намазку, которую заверну потом в листики. Объясню, для чего я это сейчас делаю, делаю это все, у меня у Данила день рождения, и мы едем на выходные в Краснодар, и чтобы накрыть там стол, будем отмечать, у бабушки детвора поедет, дом он снимает, будет отдыхать с друзьями, в общем, я готовлю продукты, да, еду, какое-то блюдо, и вот одно из этих блюд. Сейчас я вам все расскажу, и потом покажу все. Вот такие вот сырочки дружбы, мы натираем на терку, и вот в эту массу мы крошим обязательно сырокопченый бекон с запахом, с таким, с ароматом, вот, и вяленые томаты, и чуть-чуть чесночка, здесь у меня много чеснока, я его буду еще на другое использовать, и еще у меня варятся яйца, и трем на терку яйца, все это перемешиваем, и с майонезиком. Все, вот это будет такая намазка, она безумно вкусная. Следующая, девчонки, следующее, девчонки, я сейчас к вам выйду, потому что, ну, так, ну, я как вообще не разговаривать, и что-то там за кадром говорить. А следующее, что я приготовлю, я сделаю селедку под шубой, и сделаю еще такой салатик из моркови, потру на терку морковь, добавлю чесночок, сыр обычный потру, и майонезик. И вот этот салат, он очень-очень вкусный, заморила навала ему крылышки, потом у него еще там, ну, на дом ему будут соленья, свежие овощи, там, колбаска, сырок, в общем, такое все это купят они в Краснодаре, а вот селедку под шубой я буду готовить домой, мы будем у свекрови сидеть, не в ресторан, никуда не пойдем, придут кумовья, моя сестра, крестные, бабушки, и как бы мы поселим, потому что очень много дел, еще параллельно в Краснодаре, поэтому без каких-то таких глобальных гулянок и просто будет такой ужин. Еще я хотела сделать мимоску салатик. Сейчас покажу еще девчонки. Очень удобно, я взяла, девочки, вот такие контейнеры, для того, чтобы это все перевозить, вот такие, вот видите, они закрываются, очень удобно, и для салата взяла вот такие вот контейнеры, то есть вообще красота, сделала салат, накрыла крышечкой его, все, и транспортировать. Еще я хотела сделать, девчат, синенькие рулетики из баклажан, но не синенькие, синенькие, это по моему, по кубанскому, по деревенскому, а рулетики из баклажан. Сейчас я сделаю то, что может постоять, салаты завтра, просто сейчас овощи сварю, и вот рулетики, скорее всего, наверное, тоже завтра пожарю баклажаны, чтобы они не стекли. Гранат почищу, все подготовлю, потому что у меня еще на самом деле глажка, еще надо чуть прибраться, вещи собрать, в общем, такое суета, и хочу сегодня вот прям все заранее, заранее подготовить, чтобы потом было проще. И вот эту намазечку я вам покажу, это будет сегодняшний рецепт во влоге, она просто безумно вкусная, девочки, это вот мой новогодний рецепт. Еще, блин, дети просили, вот только сейчас вам рассказываю, дети просили блины, я не знаю, блины хотела сделать им красные и зеленые, но не знаю, посмотрю сейчас, как у меня будет по настроению, по состоянию, наверное, может даже еще блинчики завтра на литр молочка, сделаю им красные, просто блинчики с семгой заверну. Все, вот такое меню, и сегодня во влоге я вам просто покажу вот это, вот это очень вкусно, это безумно вкусно, это можно и на хлебушек мазать, можно в зеленый листик салата завернуть, можно сделать шарики, обвернуть в паприке, на стол поставить, как такие кей-попсы, вот на Новый год у меня вот так это было презентовано, так что это очень вкусно. Давайте сейчас я все подготовлю, и буду просто вам поэтапно включать, там, потерла то, нарезала то, нарезала то, замешала, и покажу уже в итоге, что получится. Так, девчоночки, смотрите, я потерла, сейчас выключу вытяжку, потерла все на терку, трем мы на мелкую терку, потому что тогда консистенция получается вкуснее. Следующее, что я делаю, я тру сюда яйца, также на мелкую терку, вот таким вот образом, все, натираем яйца, мы ничего пока не смешиваем, просто все ингредиенты в одну мисочку, и уже потом все будем перемешивать, и доводить до нужной нам консистенции. повторюсь, девчонки, это очень вкусно, серьезно, прям классно, и все, вот так вот, это все дело трем, так что я опять отключаюсь, и уже буду показывать вам дальше, что я буду делать. Давайте, вернусь уже, когда буду резать бекон, покажу, как я его режу, потому что будете 100% спрашивать. Яйца какие-то неудачные, свежие, и прям так плохо почистились, не домашние, что-то в последнее время, вот это более холода, я была на рынке, и говорят, что курочки не несутся, нет яиц, прям плохо, пришлось покупать в магазинные, не люблю я магазинные яйца, но ладно, хоть они и кривые косые, плохо почищенные, но на терку, в принципе, без разницы. Все, девчонки, позже все дальше вам покажу. Девчонки, смотрите, берем бекон, вот он как есть, вот так вот, с лайцами сложены, я его не трогаю, и стараюсь вот так вот на небольшие полосочки вначале порезать, почему люблю я его больше примороженный резать, конечно, ну, потому что должен быть острый, чтобы все идеально получилось, конечно, сложно это дело, не хочется его, знаете, пожамкать, все, и теперь равномерными кубиками, такими, какими вы хотите увидеть этот бекон в закуске, вот так вот, аромат просто потрясающий, все-таки, если честно, я очень люблю копчености, и очень люблю копченую курицу, хотя говорят, что это очень вредно, и нельзя, я прям обожаю, я могу купить два корочка, вот так вот съесть, просто без ничего, без гарнира, просто вот сесть и съесть, с таким удовольствием, безумно мне нравится, все, девочки, смотрите, вот это вот теперь режем вот так, и потом так же на небольшие, маленькие такие кубики будем резать вяленые томаты, ну и смотреть, чтобы по консистенции, ну тоже как бы их было достаточно, потому что все-таки они играют роль в этой намазке, она должна быть насыщенная, спросите, почему так много, но опять-таки, девчонки, первое, это то, что я делаю, это на две большие компании, практически на 20 человек, и поверьте мне, она разлетится в одну секунду, это очень вкусно, все, и вот так вот нарезаем, так, девчонки, смотрите, вот у нас, что получилось, и сейчас мы выдавливаем майонез, майонеза много уйдет, сразу предупреждаю, это не ПП блюдо, конечно же, прям хорошенько, хорошенько добавляем много майонеза, наверно, где-то половинку пакетика, все, теперь, девочки, обязательно добавляем немножко копченой паприки, я бы ее добавила побольше, но у меня ее не так много, поэтому я добавлю еще обычные паприки, и совсем слегка присаливаем, смотрите, чесночок я пока не добавляю, мне кажется, что он здесь будет лишним, он здесь не нужен, но посмотрим в конце, и теперь все, прям тщательно, тщательно, тщательно перемешиваем, и когда уже сейчас я все перемешаю, я тогда к нам вернусь, и уже покажу, что получится, скажи, нужен чеснок, нет, и посмотрим, в общем, майонеза должно быть много, девочки, потому что сырки хорошо должны перемешаться, да, такой, знаете, однородная консистенция, очень хорошо-хорошо вмешать нужно наш бекон, нашу паприку, наши вяленые томаты, все хорошенечко перемешать, так, девчоночки, смотрите, вот такая вот замечательная намазка получилась, я ее уже рассортировала по контейнерам, и убираю в холодильник, с ней абсолютно ничего не будет, и вот так вот я ее буду транспортировать, можно, повторюсь, завернуть в листики салата, можно пожарить белые греночки, выложить на гренки, можно сделать кей-попсы, сделать руками небольшие шарики, обвалять в паприке, и засунуть красивую палочку, сухую соломку, все, и будет вот такой вот у вас красивый кей-попс, так что готовьте на здоровье, девчонки, все, все, буду с вами прощаться, девчоночки, всем, кто кушает, приятного аппетита, и всем пока-пока, а я пошла дальше готовить. у меня это